всем привет с вами кекс и вы часто спрашивали и я решила снять все-таки видео про безе для тортиков которые делаю это безе можно делать и как для тортов как у меня вы видите более ровные были палочки и как обычное безе его делать то есть рецепт абсолютно одинаков и это самый простой рецепт то есть самого классического безе никаких ничего заваривать не надо очень просто очень легко из двух белков у вас получится противник безе так что смотрите отделяем белки от желтков белки добавляю я щепотку соли маленькую совсем чуть-чуть вот вы видите щепотку соли она действует как абразив и ну я не знаю она как-то выравнивает вкус сахара что ли там чуть-чуть вот вы знаете в любых маринадах очень вкусно когда сочетается соль сахаром во все в общем когда взбиваются белки кто-то добавляет лимонную кислоту я всегда добавляю соль здесь к сожалению темно не видно как сбивается вот я там покажу чуть дальше что белки нужно взбить перед добавлением сахара в легкую воздушную пену это вот кстати вот уже готовая быстро на быстрое взбивание поставила они еще очень легкие но пена уже небольшие рыхлые пузыри а уже как бы меленькие такие пузырьки ставлю на взбивание на довольно быструю скорость на один белок нам нужно 50 грамм сахара я на самом деле никогда не заморачивалась с весами я брала 50 граммовую рюмочку и просто 50 граммовую рюмочку полную туда высыпала сахар там вроде чуть-чуть отличается на несколько грамм этого количества сахара но я никогда не заморачиваюсь всегда у меня все получалось я вот добавила еще немножко ванильного сахара туда в конце кстати можно подмешать немножко хорошо измельченных орехов тогда у вас будет ореховое безе или кокосовой стружки тогда это будут кокосовое безе и это все безумно вкусно поэтому можно здесь экспериментировать как вам хочется я уже поставила не на сильно большую скорость она у меня просто как бы крутится потому что я добавляла сахар они сахарную пудру и мне нужно добиться чтобы сахар полностью растворился и вот превратилась вот такую вот ровную массу с острыми пиками абсолютно плотную вы видите мне даже вот сложновато выбить и поэтому я решила вынимать лопаткой потому что не получается прям нормально это все достать оттуда то есть масса очень плотно если вы будете делать сахарной пудрой то есть точно так же на каждый белок 50 грамм сахарной пудры а тогда она у вас быстрее раствориться быстрее масса у вас забьется то есть так проще но на самом деле пудра немного дороже чем сахар я лучше на две минуты дольше позбиваю взбивание где-то порядка семи минут вот занимает как бы полное растворение сахара масса вы видите очень плотной такой массы даже можно в принципе наполнять трубочки но я к сожалению так не люблю делать потому что все таки сальмонеллез и прочие глупости сырые яйца как бы я это не приветствую поэтому все таки допустим для трубочек советую белково-заварной крем типа итальянской меренги или вот именно белково-заварной то есть чуть-чуть вот чтобы темперировать белки потому что я все-таки за термообработку слегка хотя бы до 70 градусов то есть но это обязательно в общем я свою массу пересаживаю в карнетик можно посадить было насадку звездочка и отсадите их такими кругляшками красивыми потом допустим на масляный креме ли ганаш и склеить их вместе сделать именно без но мне нужны палочки именно для торта которые потом буду покрывать растопленным шоколадом чтобы они у меня не пропитались в тортике а были именно хрустящими поэтому мне нужны более или менее ровные палочки мне не нужна звездочка образная насадка и поэтому я отсаживаю вот такие вот ровненькие палочки которые будет проще покрыть шоколадом вы видите масса довольно плотно то есть нужно отсаживать прям двумя руками я вот станет немножко зигзагом и делать потому что смотрю что масса у меня много и она мне может не влезть на противень поэтому решила чуть-чуть побольше насаживать самого белкового белковой моей массы у меня конечно минус у меня духовка газовая приходится немножко варьировать там температуру я понятия не имею как бы у меня там не написано какая температура и просто ставлю на самый маленький газ который могу у себя раздобыть и приоткрываю дверцу я там дальше покажу как нужно вот дверцу я вставляю или лопатку или палочку такую чтобы была приоткрыта дверца тот у кого электродуховка повезло чуть больше а тем более если у вас есть режим конвекции вам вообще суперски повезло то есть вам не нужно даже приоткрывать вот дверцу так как я сейчас покажу и у вас без и так подсохнет в нашу и вот можно принципе отправлять уже наш противень в духовку нужно вставить вот так вот палочку у кого не нету режима конвекции нужно вот так вот ставить палочку потому что без и наши должны сохнуть они жарятся то есть должно как бы проходить циркуляция воздуха быть поэтому так и нужно у меня из-за того что духовка газовая температура чуть чуть больше чем 100 градусов получилось вот и поэтому мои безешки не чисто белоснежные не слегка вот как бы внизу вот такие вот так я не скажу что они у меня поджарились или еще что то просто они вот слегка-слегка такие кремовые получается внизу вот еще один момент забыла уточнить когда вы духовке продержали ваши безешки час или вот 80 минут зависит от размера вашего безе я обычно приоткрываю духовку и пробую сверху если они уже как бы верхушечка подсохла хорошенько то я духовку обратно вставляю палочку и духовку выключаю и духовка у меня выключена и до полного остывания духовки если безе достать сразу с духовки она конденсата наберется и быстро отсыреет начнет становиться липким то есть это вообще не классно вам такое для безе не нужно без должно быть сухим и вот вы видели у меня она абсолютно отлично отходит от пергамента особенно если он силиконизированный то вообще классно отходит в общем безе должно в духовке полностью остыть как бы это ни было и тогда она станет плотнее и более сухим в общем все вот с двух белков меня вышел полный противень вдруг что не упомянула спрашивайте в комментариях присоединяйтесь новую мою группу вконтакте подписывайтесь на мой канал буду очень рада вашим отзывам а с вами был кекс до новых встреч пока пока